Безопасности много не бывает. Правоохранители области и других регионов Беларуси работают на Славянском базаре Витебске в усиленном режиме. Как показывает практика прошлых лет, это необходимость. Ведь во время фестиваля город посещают тысячи гостей и участников из нашей страны и других государств. Как правоохранители подготовились к обеспечению безопасности на форуме, об этом в нашем первом видеоматериале. Славянский базар Витебский фестиваль с мировым именем. В дни его проведения в наш город прибывает большое количество гостей, артистов, представителей различных иностранных государств и просто зрителей. Для областного центра, да и не только, это событие грандиозное. И чтобы оно прошло без каких-либо происшествий и чрезвычайных ситуаций, соответствующую структуру ведут подготовку на протяжении всего года. В их числе и правоохранители. Именно для них фестиваль «Время напряженной работы» каждый год. Не стал исключением и текущий. Говорят о прибытии 300 тысяч граждан, около 5 тысяч артистов из 40 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для обеспечения безопасности гостей и жителей города на помощь правоохранителям прибыли коллеги из других регионов, которые оказывают помощь в осуществлении пропускного режима в летнем амфитеатре, концертном зале «Витебс», а также патрулируют центр города. Как показывает практика, более 90% обращений граждан к сотрудникам милиции, работающим в зоне основных площадок проведения форума, носят справочно-информационный характер. Поэтому и сотрудники на фестивале из местных жителей, которые хорошо знают район и расположение всех объектов. Уже традиционное большинство массовых мероприятий для посетителей начинается с досмотра на контрольно-пропускном пункте. Эта практика мало кого смущает, ведь общая безопасность важна чрезвычайно. В этом году будем использовать дополнительные контрольно-пропускные пункты для средств массовой информации для вас, уважаемые коллеги, чтобы это было все оперативно, вы попали на мероприятие. Также дополнительно были заменены камеры видеонаблюдения, что немаловажно, и не только на амфитеатре, а и на других объектах. И также будут использоваться интероскопы. На вторых европейских играх, если вы уже видели, то используют интероскоп довольно удобно, быстро. Граждане проходили, особенно приезжие в гости с большими сумками. А сотрудники милиции будут наши нести службу в гражданской форме одежды, в синих жилетах, с надписью «Безопасность». На время проведения фестиваля в управлении внутренних дел обовосполкома развернута работа двух ситуационно-оперативных штабов, которые готовы незаметлительно реагировать на изменения обстановки. Сотрудники первого будут контролировать обстановку в городе в целом, второго – отвечать за обеспечение безопасности на главной сценической площадке – летнем амфитеатре. И это не вызвано чем-то чрезвычайным, просто сделано для удобства несения службы, говорит начальник УВД Витебского обовосполкома Михаил Гриб. Ситуационно-оперативный штаб, самое основное, будет находиться в управлении внутренних дел Витебского обовосполкома. Там будут находиться все службы, все службы области, силового ведомства для быстрого и оперативного реагирования. Также на каждом объекте тоже присутствуют наши сотрудники, которые информацию будут передавать в основной штаб. Ничем не вызвано, я еще раз повторюсь, безопасности много не бывает. Для себя, для нашего удобства. Безусловно, Словянский базар – это праздник, и без спиртного навряд ли обходится. Правоохранители с пониманием относятся к тем, кто употребил, но только в рамках закона. И на это также обратил внимание начальник УВД. Безусловно, во время фестиваля дорожный трафик в областном центре возрастает в разы. Для госавтоинспекции это также своеобразный экзамен. Количество автомобилей на дорогах плюс сопровождение различных иностранных делегаций и высоких гостей не позволяют инспекторам расслабиться ни на минуту. Сотрудники государственной автомобильной инспекции Витебской области готовы к осуществлению безопасности дорожного движения во время проведения международного фестиваля «Славянский базар». Переведены на усиленный вариант несения службы. К нам прибудут приданные силы с республики, со всех областей. Нововведение будет. То, что у нас будет регулировать на основных перекрестках города Витебска девушки-сотрудники, регулировщицы. Всего их будет 10 человек. Поэтому это будет как бы нововведение. Я думаю, что это поможет водителям, участникам дорожного движения более безопасно осуществлять маневры, проезжать перекрестки. Ну а в целом, лично став, госавтоинспекция будет нести службу не только в городе Витебске, но и на территории Витебской области. Ввиду того, что город Витебск будут ехать гости из иностранных государств других. Поэтому готовы мы к обеспечению безопасного дорожного движения. Естественно, при большом наплыве транспорта в городе возможны определенные неудобства для водителей. При сопровождении высоких гостей на непродолжительное время может быть ограничено движение. Госавтоинспекция также обращает на это внимание и просит отнестись к ситуации с пониманием. Я хотел бы еще обратиться к водителям, чтобы они с пониманием относились, когда будут осуществляться перекрытия в городе Витебске, когда будут сопровождения делегаций. Поэтому где-то нужно и подождать. Но я не думаю, что минут 10-15, если человек подождет, водитель, пешеход, что-то у них изменится или никуда-то опоздает. Поэтому еще раз хочу обратиться, чтобы они с пониманием относились к сотрудникам госавтоинспекции Витебской области. Славянский базар Витебский стал доступней. В этом году впервые в связи с распоряжением главы государства с 1 по 20 июля для иностранных участников фестиваля, а также иностранных граждан, которые приобрели билеты на мероприятия форума, установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь. Тем не менее, всем гостям стоит обратить внимание на следующие нюансы. Гости и участники фестиваля могут пересечь государственную границу Республики Беларусь в указанный период без визы через любой международный пункт пропуска. При этом для иностранцев обязательным условием является наличие действительных документов для выезда за границу и концертных билетов на мероприятия фестиваля. А для иностранных участников, помимо действительных документов, необходимо иметь соответствующее приглашение. Стоит обратить внимание, что этим же распоряжением данные иностранцы освобождаются от уплаты государственной пошлины за регистрацию. Также хочу напомнить, что в случае, если иностранец прибыл на фестивале более чем на 5 суток и не проживает в гостинице, ему необходимо зарегистрироваться либо в органе внутренних дел по месту проживания, либо воспользоваться единым порталом электронных услуг и зарегистрироваться самостоятельно. Граждане-жители Литвы, Латвии, граждане Эстонии, Украины и Казахстана, прибывшие в Республику Беларусь на срок не более 30 суток, а граждане Российской Федерации на срок не более 90 суток, процедуру регистрации не проходят. А сейчас о ситуации на дорогах области и резонансных дорожно-транспортных происшествиях расскажет официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского обл. исполкома Юлия Белотелова. За прошедшую неделю в Витебской области произошло 198 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Совершено 4 ДТП, в которых 3 человека погибло и 2 получили травмы различной степени тяжести. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 57 водителей. Пресечено 94 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 1 июля около 2 часов ночи водитель 91 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, двигаясь по автодороге М8 границы Российской Федерации, Витебск, Гомель, граница Украины, вблизи деревни Клюковка Оршанского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen Transporter под управлением водителя 69 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Jetta и пассажир 61 года рождения, находившийся на заднем пассажирском сидении справа от полученных телесных повреждений, скончались на месте происшествия. А пассажир 90 года рождения, находившийся на переднем пассажирском сидении, госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы города Орша. Авария произошла 2 июля около 16 часов дня на автодороге Витебск-Полос, граница Латвии, вблизи деревни Бельковщина Верхнедвинского района. 62-летняя жительница Верхнедвинского района, управляя автомобилем VAS при выезде со второстепенной дороги, совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге тягачом Mercedes-Benz с прицепом Schmitz под управлением водителя 1994 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Авария произошла 3 июля в первом часу ночи на 33-м километре автодороги Витебск-Лиозно, граница Российской Федерации. 31-летний житель Лиозно, управляя автомобилем Audi, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Volkswagen Transporter под управлением водителя 80-го года рождения. В результате ДТП водитель Volkswagen Transporter погиб на месте происшествия. Ремень безопасности погибшим не использовался. По факту ДТП проводится проверка. Авария произошла поздним вечером 4 июля на 63-м километре автодороги Р-29 у Шачи-Велейка. 25-летний житель Докшицкого района, управляя трактором «Беларусь» с прицепом, оборудованным навесом для перевозки пассажиров, двигаясь в сторону города Докшиц, не справился с управлением автопоезда, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения «Кувет», где прицеп опрокинулся. В результате ДТП 36-ти и 49-ти летние пассажиры, находившиеся в прицепе, получили телесные повреждения и были доставлены в Докшицкую районную больницу. А сейчас, уважаемые телезрители, внимание, розыск. Отдел внутренних дел администрации Первомайского района города Витебска устанавливает местонахождение без вести пропавшего Колосова Виктора Леонидовича, 1971 года рождения, уроженца города Витебска, зарегистрированного по адресу город Витебск улицы Герцена, 3329, который, находясь на заработках в городе Москва Российской Федерации 9 июня текущего года, намеревался выехать в город Витебск, и его местонахождение неизвестно. Приметы на вид 48 лет, рост 175-180 см худощавого телосложения. Был одет кепка с козырьком темного цвета, шорты темно-синего цвета, майка темно-синего цвета, сланцы резиновые черного цвета. Граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Колосова, убедительная просьба сообщить по телефону Витебске 271944-2709-96, либо по телефону 102. Субтитры создавал DimaTorzok